Успение Богородицы Успение Богородицы Успение Богородицы Успение Богородицы И, дорогие друзья, конечно, я тоже свидетельствовал о том и говорю всегда о том, что я некогда раньше тоже молился Богородице и как православный священнослужитель, сегодня я говорю как реформатор, как обновленец уже, обновленческий священнослужитель православный. Я говорю, что мы должны молиться только лишь к Богу, не кому-то еще, не к умершим святым Марии, другим умершим святым, а не к ангелам, а лишь к Богу, лишь Иисус Христос является ходатаем, посредником, первосвященником Нового Завета. Дорогие друзья, но немного о самом празднике Успения Богородицы. Дело в том, что этот праздник, лжепраздник, был выдуман, видимо, с целью отвлечь людей от поклонения Богу, потому что Марии стали приписывать все то, что сделал для нас Иисус. Потому что этот праздник говорит нам якобы, что Мария воскресла. Хотя в православном мире, конечно, нет такого догмата, в отличие от западноевропейских наших братьев, католиков, у которых такая проблема существует уже. После Второй мировой войны католическая церковь Папа Римский, используя совершенно такой ложный, конечно же, догмат о непогрешимости Папы в вопросах вероучения, слава Богу, мы не дошли до такой глупости. Но, однако же, у нас тоже проблем полный короб. Знаете ли, объявили западноевропейские католики, что якобы Мария, она воскресла из мертвых и вознеслась на небеса. В православии такого догмата нет, конечно, с одной стороны. Но с другой стороны, проблем не меньше. Почему? Потому что католики хотя бы честно все сказали. Во что они верят, пусть это ложная вера, да, она там оккультная, демоническая, но, по крайней мере, они честны. Они признали, да, что Мария воскресла, они в это верят и обязали всех католиков по всему свету белому в это верить. У нас в православии в этом бардак вообще. С одной стороны, я говорю, догмата такого нет. В принципе, любой православный христианин может покопаться в богословской литературе и найти, да, что такой доктрины нет. Ни соборы вселенские, ни поместные не решали ничего подобного и не принимали таких догматов. Но с другой стороны, под влиянием, опять-таки, католической, тогда отступнической церкви, значит, еще в средние века многие лжеучения приходили и в православный мир, на восток, к схизматикам, как они раньше нас называли. Так вот, и что интересно, мы православно научились многим мерзостям, многим таким ересям, заблуждениям. И, к сожалению, культ Богородицы, наверное, был самым таким мерзопакостным, с чему мы научились вообще. Дело в том, что культ Богородицы, он вообще противоречит здравому смыслу и писанию, потому что отвлекает людей от Бога и верующих не к Богу адресует, а уже к матери, матери Божьей, как бы. Хотя Мария, я это говорил еще и в первых программах, что Мария, она не могла дать начало Божеству Иисуса, а лишь человечеству Иисуса Христа. Она родила не Бога Иисуса, а человека Иисуса. Божество Иисуса, оно от века сущее. Сам о себе сказал он так, от века сущее, как и говорю вам. Он сказал, я и Отец одно. Прежде он сказал не то, чтобы Мария, даже Авраам, прежде чем был, я уже был, уже он говорил. И поэтому даже само наименование Марии, матери нашего Господа Иисуса Христа, наименование ее Богородицей, это уже нелепость уже, честно говоря. И я сам время от времени тоже себя ловлю на том, что я называю ее Богородицей, хотя это неправильно, конечно же, в согласии со Словом Божьим и здравым смыслом. Но вообще-то праздник Успения, это, наверное, вообще шедевр религиозного такого, значит, мифотворчества. И все, что связано с культом Богородицы, это все, скажу, это плод средневекового такого мифотворчества, который до сих пор дает о себе очень широко знать. Да, не надо далеко даже ходить. Вообще-то на Руси, Киевской, Московской, Владимирской, неважно, на Руси именно такие самые большие, великие храмы обычно и назывались даже, назывались Успенский собор, там, Успение, в честь Успения. Или же в честь вообще других икон Богородицы, или же в честь праздников, событий жизни как бы Богородицы. Но вообще-то это, конечно, большое недоразумение. Сама Мария, она никакого спасения не может дать. И вот это вот напрасно мы поем, очень сильно напрасно. Ну, я уже это не пою, правда. Я уже 15 лет не пою таких вот псалмов, таких песнопений, таких молитв. Но раньше я тоже пел, как и миллионы других православных христиан, и как тысячи моих коллег, священников православных, я пел «Пресвятая Богородица, спаси нас» и прочее, прочее. То есть «Пресвятая Богородица, спаси нас». Здесь как бы сразу три каких-то ереси непонятных. Во-первых, «Пресвятая». Что значит «Пресвятая»? К Богу мы обращаемся святой. А это получается «Пресвятая». Это уже какая-то ересь непонятная. Во-вторых, Богородица. Я уже говорил, да, разбирал, что это является само номинованием, нелепостью и ересью. А третья нелепость и третья ересь откровеннейшая – «Спаси нас». Что значит «Спаси нас»? Как понять «Спаси нас»? От кого «Спаси нас»? От чего «Спаси нас»? Кто «Спаси нас»? Ерунда абсолютная. Никто не можно спасти вообще, кроме Бога Святого. Ни в ком ином нет спасения, написано. Апостолы сказали очень четко и ясно. Думаю, для нас, сегодняшних верующих, христиан, знаете ли, православных, католических, протестантских, неважно каких, Ну, христиан, для нас, христиан уже 21-го столетия, это должно быть аксиомой. Не теоремой, знаете ли, которую нужно еще там, мол, доказать, мол, а мало ли, что это имеется в виду вообще-то. Нет, это аксиома. Апостолы понимали это буквально. И говорили очень прямо, все это религиозные мафии говорили, ни в ком ином нет спасения. Ибо нет другого имени под небом данного человеком, которому надлежало бы нам спастись. Только Иисус Христос, Он открывает глаза слепым. Он спасает грешников, Он выводит измученных на свободу. Только в нем спасение и жизнь. Господа, Иисус Христос, больше того, не просто сами апостолы, а сам Иисус сказал так. Он говорит, я есть путь, истина и жизнь. И он подчеркивает, никто не приходит к Отцу, только лишь через меня. Через Иисуса Христа, друзья мои. И сегодня, две тысячи лет спустя, открыты врата Царства Божьего. Добро пожаловать в Царство Небесное. Добро пожаловать в Царство Божье. И Иисус Христос пролил свою кровь за тебя и за меня. И Иисус Христос воскрес для нашего оправдания. Слава Ему. Слава Иисусу Христу. Друзья мои, и причем здесь Богородица, причем здесь святые, причем здесь преподобные мученики, причем здесь ангелы. Никто из них не сможет ничегошеньки сделать для нашего спасения. И не мог, и не может, и не сможет никогда. Потому что один Спаситель, это Господь Иисус Христос. Давайте верить в Него, давайте призывать Его Святое Имя. Досадно, конечно, что до сих пор очень много красивейших храмов наших, по всей Руси, Матушки, называются в честь ангелов, в честь святых умерших, в честь Богородицы. Но все-таки отрадно, чтобы и хочется таки, чтобы храмы наши, они носили имя Иисуса Христа. Это достойно. Он достоин этой славы. Он достоин, чтобы самые красивые храмы именовались Его Святым именем. Слава Богу. И я очень рад, что в Москве самый главный храм, большой, самый храм православный, он так и назван. Храм Христа Спасителя. Слава Тебе, Господи, что вразумились люди, что назвали-таки главный храм Руси именно Христа Спасителя храмом. И мне очень радостно того, что именно в этом храме Христа Спасителя в 1923 году началось наше движение, обновленческое православное движение. Именно ведь в этом храме был центр православной реформации в далекие 20-е годы. И, в общем-то, это очень важно отметить, что именно в храме Христа Спасителя ни Успения Богородицы, ни какого-то святого, ни ангела, а в храме Христа Спасителя были эти заседания. И провозглашалась истина, что нам, православным христианам, пришло время покаяться, пришло время освободиться, пришло время измениться. И Бог благословит православную церковь реформацией, обновленчеством, славой Иисусу Христу. И, господа, дорогие братья и сестры, хочется, чтобы в этой программе и в других предыдущих программах, чтобы православные христиане, миллионы православных христиан получили бы освобождение, освобождение, спасение, жизнь вечную. Вы можете, допустим, к примеру, всю жизнь промолиться, на коленях простоять перед иконой Богородицы и взывать Пресвятая Богородица, спаси меня, или к какому-то святому обращаться и говорить, святой, моли Бога обо мне. И даже на миллиметр не приблизитесь к спасению, даже на сантиметр, даже на крошечный, на дюйм не приблизитесь к спасению. Но если вы призовете имя Господа Иисуса Христа, ооо, это спасение. Вы моментально, прямо сейчас входите в Царство Божье, вам открывается прямо сейчас врата небесные. Когда мы говорим во имя Иисуса Отец, я обращаюсь к Тебе, прости меня, небеса отверзаются, небеса открываются, ангелы ликуют, и вы спасены. Потому что всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Слава Иисусу Христу, нашему Господу, Богу и Спасителю. Пусть Бог благоставит вас. И я думаю, что пришло время покаяться, помолиться, молитва покаяния. И я думаю, что в сердцах очень многих моих телезрителей сегодня, сейчас уже готова, вот эта молитва созрела. И давайте вместе помолимся, давайте вместе призовем имя Господа Иисуса, хорошо? Во-первых, нужно признать себя грешником. Да, мы все согрешаем, ошибаемся, делаем ошибки, неправильные поступки, грехи, неправды. И любой нормальный человек, конечно же, понимает, что он грешник. Но это одно. Признать себя грешником, раскаяться, это одно. Иуда тоже раскаялся, Искариотский, но он лишь раскаялся, но не покаялся и удавился. Но нам нужно не только раскаяться в грехах, нам нужно поверить, что Бог, Он любит тебя и меня. Он любит нас, и Он отдал Сына Своего за нас, Иисуса Христа, на крест Голговский, на распятие. Помни, Иисус Христос умер за тебя лично, за меня и за тебя, за всех нас. Помни, что Иисус Христос, Он любит тебя, Он взирая на тебя, Он пролил свою кровь. Веря в тебя, Он воскрес из мертвых, чтобы не пристанно быть ходатайом за тебя и за меня. Слава Иисусу Христу. Очень важно это осознать. Не просто верить, знаете ли, что Иисус умер за грехи наши. Да, Он умер за грехи наши, твои, мои, за всех нас, да, Он умер за тебя и за меня. Но Иисус Христос, Он умер лично за тебя, лично за меня, лично за каждого из нас. Потому что нельзя нам прятаться за ширму коллективной безответственности. Необходимо понять, осознать личную, персональную ответственность перед Богом. И давайте помолимся, то бишь поговорим с Ним, обратимся к Нему сейчас со словами покаяния. Если вы знаете, что вы грешник, и теперь вы знаете, что Бог есть таки на свете, и Он любит нас, и Он дал Сына Своего за нас, и верите в Иисуса Христа, как в Спасителя своего, пролившего за вас свою святую кровь, и воскресшего воистину, воскресшего из мертвых, то помолитесь такой молитвой и будете спасены. Помолитесь к Богу, примерно так. Можете повторять за мной, но важно, чтобы это было от сердца вашего сказано. Давайте скажем так. «Отец мой Небесный, Бог Святой, прости меня. Я прихожу к Тебе во имя Иисуса Христа с верой, что Ты отдал Сына Своего за меня. И Иисус Христос, ни в ком он у меня нет спасения, ибо нет другого имени под небом данного человеком, которому надлежало бы нам спастись. И Иисус Христос, Ты пролил за меня святую кровь, и Ты воскрес для моего оправдания. Прости меня, вводи мое сердце, живи во мне. Скажите Богу, Господь, очисти меня, обнови меня, освети меня. Я благодарю Тебя, скажите, это очень важно, скажите так. Я благодарю Тебя, мой Бог, что Ты услышал меня и простил мои грехи все. И еще скажите так. Во имя Иисуса я отрекаюсь от дьявола, отрекаюсь от греха, от болезни и проклятий, отрекаюсь от беззакония. Во имя Иисуса. Иисус Христос, мой Господь, и Бог, и Царь. Слава Иисусу Христу. Аминь. Слава Иисусу Христу.